Здравствуйте, с вами Владислав Ласов, в прямом эфире Енисей. Новости, главные темы к этой минуте. Требования к застройке Красноярска ужесточат. Главная задача, чтобы вместе с огромными домами-человейниками появилась вся инфраструктура. Лето на паузе. Смок в ближайшие дни вряд ли развеется, и будет не жарко, когда вернутся ясные дни. Не с того стартовали. В Каннске жильцам рассыпающегося от сырости общежития предложили капремонт, но начать решили с проводки. Старт тихой охоты. В край раньше обычного начался грибной сезон. Зачем уже можно идти в лес, и о чем просят спасатели? Хватит строить дома-муравейники. Требования к новым жилым комплексам в Красноярске станут жестче. Власти отклонили проект развития микрорайона Тихие Зори. Эксперты заявили, план учитывает лишь денежные интересы застройщика, а не комфорт горожан. Что предлагают для того, чтобы предотвратить появление кварталов, неудобных для жизни, расскажет Мария Антюшева. Человейник. Новое слово в русском языке. Так называют огромные жилые дома с бесконечным количеством квартир. Возводят их, как правило, не думая о том, хватит ли на всех парковочных мест, поликлиник и прочие инфраструктуры. Тихие Зори – один из ярчайших примеров. Здесь стоит, наверное, самый гигантский многоквартирный дом Красноярска. Наверное, в потенциале здесь будет очень-очень много людей и машин, соответственно, и сложно будет выезжать. И сейчас развязка очень слабая. А когда нужны будут уже и школы, и детские сады, то, возможно, будем думать о переезде, если здесь ничего не появится. Накануне застройщик Тихих Зорь представил проект дальнейшего развития микрорайона, но градостроительная комиссия его отвергла. План под завязку был набит высотками, а вот места в садиках и школах для их жильцов, похоже, пришлось бы потом искать городским властям. Что касается паркомест, их в проекте 14 тысяч. Вот только половина находится на территории арены «Платинум». Застройщик посчитал, что распарковки стадиона часто пустуют, то их легко можно приплюсовать к своему проекту. Красноярская собственность должна использоваться эффективно. Если там мероприятия проводятся 3% всего времени, то это можно синхронизировать и использовать и для тех, и для других. Претензий у властей к застройщику много. Это и несоблюдение санитарно-защитных норм, и слишком узкие дороги между домами, и недостаток зелёных зон, и многое другое. А как насчёт того, что за вами целый шлейф тянется, микрорайонов построены, где вы говорите, у вас всё решено с инженеркой, всё решено, и тем не менее город имеет колоссальные проблемы практически во всем микрорайонам с водоснабжением, с водоотведением, с теплоснабжением, с электроснабжением и со всем остальным. А ваши замечательные компании, которые вы создаёте по одной на каждый строящийся дом, вы потом благополучно банкротите, не выполняя гарантийных обязательств. И всё это ложится на плечи муниципального бюджета. Прелесть теплодной застройки испытали на себе не только жители новых микрорайонов, но и их вынужденные соседи. С появлением белых роз, например, Пашиной, регулярно обесточивают. Я живу в старом доме в Хрущёвке. Вот из-за вот этих вот линий, которые у нас старые, и всё, новые дома подключаются. Они же не... Почему у нас аварии так часто? Сами понимаете. Дом в дом, окна в окна. Ничего хорошего я в этом не вижу. Если уже строить, то где-то, не знаю, может быть, на окраинах, где нету вот таких налепленных домов. И в любом районе города можно услышать жалобы. Люди покупают квартиру, а через несколько лет вместо вида из окна стена нового дома. Негде не припарковаться, не погулять. За БСМП дома растут, как грибы после дождя. При этом сады поликлиники школы есть только в Ветлужанке, и рассчитаны они на один микрорайон, а не на 20. Сейчас на этой детской площадке десяток ребятишек. Но когда будет достроен и заселен огромный дом у меня за спиной, тут, видимо, будет настоящее столпотворение. Я уже не говорю о том, что для детского садика в этом микрорайоне в принципе нету места. Все это последствия градостроительной политики прошлых лет. В середине нулевых разрешения на возведение высоток выдавались довольно легко. Проекты микрорайонов при этом разрабатывали сами застройщики. Расхлебывать приходится сейчас. Да, законодатель позволяет сегодня проекты планировки делать за счет небюджетных источников. И иногда это звучит достаточно популярно. То есть мы таким образом снижаем нагрузку на бюджет. Но результаты, как правило, таких проектов планировок, разработанных заинтересованными лицами в частных, в большей степени, интересов, а не в публичных интересах, приводят к тому, что мы с вами увидели на площадке Тихих Зорь. Этот пример послужил толчком для важных перемен. Теперь разработкой проектов новых микрорайонов будут заниматься эксперты по заказу городской администрации. А главное, нас ждут серьезные изменения в генплане города, которые не позволят больше втыкать высотки в каждый свободный участок. Может, и слово «человейники» со временем уйдет в прошлое. Мария Антюшева, Александр Ермашенко, Енисей, новости. Дымка над Красноярском в ближайшие дни вряд ли развеется. Синоптики обещают лишь умеренный ветер. При этом в последние выходные июля будет тепло, но не жарко. В субботу ожидается до 23 выше нуля, в воскресенье на градус теплее. По ночам от плюс 12 до 15. Кратковременный дождь возможен лишь в субботу, потом переменная облачность. Но, возможно, на следующей неделе лето все же вернется. С понедельника по воскресенье стабильное плюс 26-28. Но когда мы увидим солнце запеленной дымки, пока неизвестно. Прогноз изменился, и он огорчает. Наш дым распространялся не только на Западную Сибирь, но и дошел до Урала. То есть с Запада теперь к нам возвращается наш же дым. Трудно сказать, когда она совсем исчезнет. Потому что воздух пока стоит, и продолжительное время над нами хороших воздушных потоков не предвидится. Между тем, крупные компании Красноярска прислушались к просьбе губернатора Александра Усса и добровольно снизили выбросы. Подтверждающие это документы начали поступать в Краевое министерство экологии. Нагрузку на окружающую среду уже сократили 11 предприятий. Среди них Красветметр, Русал, Сибирско-генерирующая компания, электровагоноремонтный завод и Крамс. А возможно, к ним скоро присоединятся и другие. Специалисты говорят, дымка сейчас из-за того, что в воздухе превышена концентрация так называемых взвешенных частиц. Поэтому всех просят в первую очередь ограничить работы, связанные с пылением. Две жуткие аварии в крае. Вблизи деревни Старцево в Емельяновском районе столкнулись легковушка и грузовик. Один из водителей погиб. По предварительным данным Шкода ехала в сторону Березовки, пошла на обгон и на встречке врезалась в Газель. Мужчина, управлявший легковушкой, скончался на месте. Примерно в это же время похожее ДТП произошло в Уярском районе вблизи деревни Марьевка. Там молодая женщина на Ниссане выехала на встречную полосу и врезалась в Тойоту. Она и двое ее пассажиров доставлены в больницу. А вот девушка и ребенок, ехавшие в Тойоте, погибли. Водители еще два человека выжили, но серьезными травмами госпитализированы. Ремонт неремонтируемого. В Каннске жильцам многоквартирного дома, который того и льди скоро рухнет от сырости, предложили откапиталить электрические сети. Люди недоумевают. Кирпичи там разрушаются от воды. Все покрыто плесенью и грибком. А вместо того, чтобы начать с этого, по промокшим стенам собираются тянуть новые провода. Анастасия Мосина все видела и тоже ужаснулась. Сверху просто никак не будет, а львет. Вот вчера я сюда пришла посуду мыть, дождик поливает. Не сразу находятся слова, чтобы описать, в каких условиях здесь даже не живут, а существуют люди. В санузлах и коридорах бывшего общежития на улице 40 лет октября в Канске страшная сырость стоит постоянно. И такая картина во всех ванных комнатах этого дома. Сырые плиты, кажется, в любой момент могут рухнуть людям на голову. Вода льет круглые сутки с третьего по первый этаж. От воды в комнатах отходят обои, рушится кирпичная кладка. Через прорехи в штукатурке видно, насколько сильно стены напитались влагой. Перегородки обваливаются, полы. Естественно, сами люди линолеум прибивают, чтобы дырок не было. Подвал, вода там по коленам. Сыро грязно. Обращаться за помощью к жилищникам, которые сменяют здесь один другого с астрономической скоростью, люди устали. Трубы изношены настолько, что латать их уже бессмысленно. Но совсем недавно пришла долгожданная весточка о капитальном ремонте. Правда, предложили собственникам комнат отремонтировать не сети водоснабжения и канализацию, а электропроводку. Прежде чем проводку поменять, нужно обменять трубы, которые с четвертого этажа до первого этажа текут. Все льется. Вы понимаете, вот как из ведра, с крана льется вода. Вот вчера женщины, вот эти две женщины, дай бог им здоровья, они не успевали ведра и от себя, потому что они боятся, что к ним. При этом региональный фонд капремонта вышел с предложением отремонтировать в первую очередь именно электросеть. Работы обойдутся без малого в полтора миллиона рублей. В письме, которое жильцы получили накануне, сказано, что на счете дома уже накоплена большая часть необходимых денег 985 тысяч. Недостающие средства привлекут из фондов других многоквартирных домов в крае. Но люди недоумевают. Говорят, такой ремонт их дому, что мертвому припаркам. На общем собрании намерены голосовать против. В соответствии с действующим законодательством жильцы должны в течение трех месяцев провести собрание собственников МКД и принять решение, согласно или не с проведением данного капитального ремонта или не хотят отремонтировать какие-то другие инженерные сети. Это их право, потому что собственники принимают решение по капитальному ремонту. Для того, чтобы собрание было признано состоявшимся, протокол должны будут подписать две трети собственников. Если этого не случится, решение должна будет принимать администрация города. После того, как люди возмутились, там пообещали еще раз проанализировать ситуацию. Но жильцы говорят, неужели и так непонятно, с чего нужно начинать. Видно ведь сразу. Анастасия Мосина, Александр Шумилин, Енисей Новости. Взялись за ножи и корзинки. Красноярские грибники радуются урожаю. Об этом далее в выпуске. Фабрика мебели Корпус Плюс. Это опытные специалисты, бесплатный выезд замерщика и дизайнера. Заключение договора на месте, рассрочка без участия банка. Корпус Плюс. Идеальная мебель по оптимальной цене. 242-64-61 Корпус в дом.ру Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. От мух Мухояр В Красноярске есть интернет-магазин товаров для животных. Себрозо.ру Все товары на складе в Красноярске! Алкоголь провоцирует инсульт, инфаркт и цирроз печени. В разы увеличивая риск смерти. Хочешь умереть? Знай! Безобидных тоз алкоголя не существует. У меня киста. Узел щитовидной железы. Что делать? Альфа-клиник. 202-98-01. Операция. Обычно это то, что наводит страх и пугает своей болезненностью и травматичностью. Но только не в этом случае. Ведь это лазерная операция вен выполняется без общего наркоза. Через один иголочный прокол и занимает всего 30-40 минут. Причем сразу после процедуры пациентке предложат приятную прогулку без потери трудоспособности. Многие Алексея вызвали у доктора немало эмоций. Но почему раньше не пришел? Итог – срочная операция. Полгода назад Алексею выполнена операция по поводу крайней степени запущенности варикозной болезни. Через полгода мы наблюдаем замечательный результат. Клиника варикоза нет – это инновационный сосудистый центр, экспертная диагностика и передовые технологии. География пациентов поражает воображение. Едут за помощью отовсюду. Здесь и Северная Америка, Европа и даже Африка. Основной принцип нашей компании – один, единственный и самый первый – не навредить пациенту. Поэтому всегда очень внимательно начинаем лечение с правильной постановки диагноза. Клиника лазерной хирургии варикоза нет – город Красноярск. Улица 9 мая, 51. Телефон 205-45-01. Край, у которого нет окраин. От юга и до севера, от востока и до запада. Мы строим города и поселки. Возделываем земли, создаем семьи и растим детей. Учимся, трудимся, отдыхаем на просторах родного края. Принимаем гостей, отмечаем праздники. Мы гордимся нашей малой родиной. И здесь наше будущее. Алло, я хочу сообщить о бонде. На каждый такой звонок моментально реагируют силовые структуры. Тебя быстро вычислят, кто звонит и откуда. Запомни, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, это статья Уголовного кодекса и наказывается штрафом от 200 тысяч рублей до 10 лет лишения свободы. Руки за спину, он в стилье. Все новости на Енисея. Мы продолжаем выпуск. В край стартовал грибной сезон. Из-за обильных дождей и тепла он начался гораздо раньше обычного. Любители тихой охоты собирают уже целые корзины. Екатерина Павленко тоже отправилась в лес и узнала, каких грибов сейчас много и сколько за них просят продавцы. Да, он такой родной, близкий стал, как головушка такая, прямо мягкая, тепленькая, как человечек просто. Этот богатырский белый гриб стал родным для семьи Масуновых. Весит 1,2 кг. Дарья говорит, прятался он рядом с дачей под папоротником. Даже рука не поднимается пустить его на суп. Хоть и таким гигантам вполне можно накормить большую семью. Многодетная мама считает, что с находкой им несказанно повезло. Везде же дачи. Я не знаю, как он уцелел. Это то же самое, что я, допустим, негритенкова нашла. И сказала, афроамериканец, маленький ребенок где? Вот такая же реакция. Как ты уцелел здесь? Они могут очень большого размера. Я даже помню, как мне было годика три я пряталась под грибом. Даже мама фотографировала. Сезон грибов в этом году стартовал необычно рано. Уверяют многие дачники. Те же белые пошли недели на две раньше обычного. О, смотри, вот грибочек. Смотри, вот скорее. Срезай, Паша. Наталья, заялый грибник, знает в лесах все тропинки. Обычно отправляется на поиски вместе с детьми. Приучает собирать дары природы. Жительница Емельянова отмечает любителей тихой охоты сейчас даже больше, чем самих грибов. Они только-только пошли. Тут главное не нарваться на ядовитого и собирать их правильно. Выдергивают с корнями, то есть повреждают тем самым грибницу. Мы вот вчера вот ходили вот в лесу и стоптано все. Просто выкатано. Я не знаю, как люди ходят так за грибами, что раньше идешь, тропинки, тропинки, раз там прошел, посмотрел, собрал. В Иландском и Каннском районах тоже грибной бум. Семсельчане уносят домой по 10, а то и по 15 ведер лисичек. Немало уродилось и груздей. Грибники говорят, родственники теперь всю зиму будут сыты. Сули, родня большая. Первый раз выехали. Так что... А на том месте мы нарвали нынче, наверное, сейчас скажу. Ну, ведер под 40, наверное. Кстати, уже начинаются и маслята. Прячутся под деревьями и в траве. Их сложно спутать с поганками. Они скользкие и упругие. В этом году грибов действительно хватит на всех. К примеру, в Сосновом лесу очень много маслят, рыжиков, сыроежек и даже шампиньонов растут буквально на каждом шагу. Вот, пожалуйста, еще один красавец. Буквально за полчаса мы нас собирали почти полную корзинку. Грибам рады и продавцы на стихийных рынках. Настала горячая пора. Не теряют ни минуты с корзинками в лес с раннего утра. За литр лисичек просят 100 рублей. Ну, это не сама цель у нас грибы-то собирать. Это так и маленько как хобби. Ну, и, конечно, это самая копейка не лишняя. Так что вот так. А чтобы заготавливать, я вот их не ем, например, грибы. Ну, а те, кому любой гриб по вкусу, готовят из них вкусные супы, сушат, жарят с картошкой и пекут пироги. Однако специалисты советуют не увлекаться деликатесом. Это все-таки нелегкая еда. Во избежание проблем со здоровьем лучше употреблять их в меру. Никатина Павленко, Алексей Овсяников, Енисей Новости. Между тем, у спасателей с началом грибного сезона прибавилась работа. Им уже несколько раз приходилось выезжать на поиски заблудившихся любителей тихой охоты. Одного из них, пенсионера, в Курагинском районе искали четыре дня. Все это время он плутал в 20 километрах от поселка Краснокаменск. Кроме ножа и пластикового пакета у пожилого человека ничего с собой не было. Он питался найденной ягодой, грибами и съедобными травами. Когда его нашли, он хоть и был истощен, но чувствовал себя хорошо. Рассказал, что потерялся, когда отошел от супруги вглубь тайги и почувствовал себя плохо. Потерял сознание и очнулся. И вообще не понимал, где он что-то находит. Потом осознал, что у него пакет в кармане ножек. Понял, что за грибами пошел. А где он? И вообще не ориентировался. В определенном районе просто по кругу ходил. Плутал четыре дня он в тайге, как медведь, говорит, везет. Медведь-одиночка, пищи много в лесу, ягоды. Они сытые, когда нет, человека не будут трогать. Если он бы встретил, например, маму с медвежонком, тогда, да, она бы стала бы защищать. Невегальный детский лагерь обнаружили в нескольких километрах от Красноярска. На таежной базе не соблюдалась техника безопасности, а детей размещали без разрешительных документов. Об этом и не только расскажем в блоке коротких новостей. Нелегальный детский лагерь обнаружили под Красноярском. В 20 километрах от города на берегу Маны полицейские нашли частную базу, в которой находилось 24 ребенка. Документов на их размещение организатора не было. Надзорные органы тем временем нашли на базе нарушения правил пожарной безопасности. Родителям сообщили о необходимости забрать детей, пока за ними присматривают полицейские. В Красноярске лихач за рулем Форсвагена вылетел на мокрую дорогу и врезался в столб. Видео опубликовали в соцсетях очевидцы. Иномарка на высокой скорости ехала со стороны Березина, вверх по шахтеров. Затем попала в лужу и разбилась об уличных фонарь. Как рассказали ГИБДД, за рулем был 27-летний парень без прав. До этого он уже дважды за месяц попадался инспектором. Его с травмами отправили в больницу. Краевые следователи отметили профессиональный праздник. На торжественной встрече собрались лучшие работники со всего региона, ветераны следствия, руководители районных отделов. Опытные сотрудники, которые уже находятся в отставке, поделились с молодыми коллегами своими знаниями. Тем, кто достиг по итогам года значительных успехов на службе, вручили благодарственные письма. Главный матч лета в регбиенной премьер-лиге завершился победой Красного Яра. Соколы обыграли Енисей СТМ во втором дерби сезона. Равная игра завязалась практически с первых минут, однако Левобережному клубу удалось выйти вперед за пять минут до перерыва. Во второй половине правый берег захватил преимущество. Енисей зажал соперника на его половине поля. Победную попытку Краснояр занес уже в компенсированное время. Итог Красноярского дерби 13-10 в пользу хозяев поля. Лето проходит быстро и совсем скоро в школах начнутся занятия. В некоторых из них подумывают ограничить использование мобильных телефонов и других гаджетов. О плюсах и минусах этого сегодня речь пойдет в программе интервью. Гости студии психолог Николай Рычков и директор школы Татьяна Жихарева. Эфир сразу после этого выпуска новостей. Ждут новоселья. В парке Роев Ручей строят современные вольеры для медведей. Чем хороших новый дом расскажем после рекламы. Красноярске есть интернет-магазин товаров для животных. Вам все просто.ру Все товары на складе в Красноярске! Современная лазерная коррекция зрения. Новейшая методика Смайл. Более точная и менее травматичная только в Смайл-центре Красноярске. Бесплатная консультация 287-77-33. Наполните ваши выходные романтикой, отправляясь в увлекательную прогулку по Енисею на комфортабельном теплоходе. Наслаждайтесь красотой реки вместе с калейдоскопом путешествий. Однодневные прогулки. Количество предложений ограничено. Телефон 242-58-30. Повышение квалификации и переподготовка в сфере здравоохранения. Документы государственного образца. Центр дополнительного профобразования «Профессорская практика». 8 800 250 53 91. Строители выбирают шарыповский кирпич. Приглашаем вас в мебельный центр «Семь слонов». Это четыре этажа мебели на любой вкус и кошелек. Это гарантированный домашний уют. Удобная доставка по городу и краю. Мебельный центр «Семь слонов». Красноярский рабочий 30А. Строение 17. Край, у которого нет окраин. От юга и до севера. От востока и до запада. Мы строим города и поселки. Возделываем земли. Создаем семьи. И растим детей. Учимся. Трудимся. Отдыхаем на просторах родного края. Принимаем гостей. Отмечаем праздники. Мы гордимся нашей малой родиной. И здесь наше будущее. Все новости на Енисея. Мы продолжаем выпуск. Белым медведям зоопарк Героев Ручей строят новый дом. Вольер для хищников будет не просто большим, а огромным. Примерно в шесть раз просторнее существующих сейчас. Площадь одного только бассейна. Не меньше 800 квадратов. Места там хватит и для трех хищников, и для их возможного потомства. Строительство жилища для косолапых началось еще в 2015 году. Долгое время на этом месте был только котлован. К активным работам приступили лишь сейчас. Здесь уже подготовлена смотровая площадка для посетителей и облицована внутренняя часть бассейна. Кстати, часть его будет размещена за стеклом, чтобы горожане могли наблюдать, как мишки резвятся под водой. Стоимость огромного вольера 150 миллионов рублей. Большую часть денег парк заработал сам. Оставшиеся средства пожертвовали спонсоры. Весной следующего года у нас будет следующая задача – это запустить водоочистку и ввести в строй еще и бассейны. А бассейны у нас уникальнейшие строятся в этих вольерах. Там у нас будет и подводное остекление. Можно будет посмотреть из-под воды, как плавают наши медведи. По размерам, по габаритам эти вольеры соответствуют лучшим европейским стандартам. И, наверное, не то, что позавидуют, но на нас будут равняться все зоопарки России и, я думаю, даже и Европы. Строительство вольера планируют закончить не позднее ноября. Скорее всего, белых хищников сразу же переселят в новый дом. А вот молодой медведице, которую недавно привезли в парк из Норильска, еще два месяца придется провести в карантине. Напомню, ее поймали в окрестностях Заполярного города в июне. Она бродила там по свалкам в поисках пропитания. Тогда за судьбой медведицы следил чуть ли не весь мир. После того, как зоологам удалось ее приманить, белого зверя доставили в роев ручей и поместили в специальный вольер. Сейчас медведица чувствует себя хорошо и активно набирает вес. Он уже превышает 120 килограммов. Чтобы самка не нервничала, к ней не пускают посторонних. Однако на сотрудников парка она реагирует адекватно и уже выучила свой распорядок. Ветеринары отмечают, что хищница – девушка очень умная и с характером. Она очень хитрая. Она смышленая. Учитывая, что наши белые медведи, которые у нас содержатся, они менее такие, так скажем, продуманные, с ней ушко надо держать востро. Начинает активно исследовать вольер, начинает переворачивать все предметы, которые там находятся, бассейн. Анализирует, где камеры находятся, как можно с ними побороться. Мы понимаем, что ей уже становится комфортно. А в это время в Норильске появляется новая белая медведица. Ее рисует итальянский художник на одном из зданий города. Другие произведения на стенах домов создают мастера из Москвы и Петербурга. Это часть фестиваля уличной культуры Арктика, который проходит там впервые. Подробности у Марии Антюшевой. Гигантская сова во всю стену дома скоро появится в Каиркане. Это произведение монументального искусства создают два питерских художника. Один из них не так давно открыл персональную выставку в Лондоне. Работу другого украшают частные коллекции в России, Швейцарии, Франции, США и Италии. Эти и другие мастера уличного искусства распишут в Норильске четыре здания. Например, художник из Москвы использует необычную технику. Это, собственно, тоже эскиз, набросок. Просто в силу того, что стена огромная, заслонена в значительной мере лесами, мне проще сделать некий первичный набросок основных пропорций, границ, формы при помощи скотча, который не оставляет следов. Белая медведица с медвежонком постепенно проявляются на торце пятиэтажки. Удивительно, что полярных животных рисует человек, который никогда не видел снега вживую. Итальянский художник Сальво Легамо приехал в Норильск ради участия в фестивале «Арктика». 33-летний мужчина признается, вообще не думал, что когда-нибудь окажется так далеко на севере. Конечно, впечатления очень яркие. Совершенно неожиданны для меня эти грандиозные территории, огромные территории. Лететь из Москвы в Норильск четыре с половиной часа. Это огромное время. За это время можно облететь всю Европу. С другой стороны, удивила природа этих мест. Это бескрайняя тундра. Город очень молодой. Все итальянские города довольно старые. Выпускник Академии изящных искусств, живописец по образованию, пять лет назад он оставил классическую школу и вышел на улицу. Сегодня его имя знают за пределами родной Италии. Приезд таких художников – большая удача для города в целом и фестиваля уличных искусств в частности, утверждает куратор событий и историк искусств Кирилл Гаврилин. Он уверен, что Арктика станет той самой площадкой, которая позволит молодежи Норильска проявить себя множеством способов. Хип-хоп – это стрит-арт, это перформансы, это инсталляции, это все виды молодого творчества. Это абсолютно особенный художественный язык, на котором говорит новое поколение. Фестиваль уличной культуры продлится до 4 августа. Норильчан ждут мастер-классы и лекции по современному искусству. Мария Анчушева по материалам телекомпании «Северный город», «Енисей», новости. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра, а в 21.24 – четыре новеллы с четырьмя уникальными героями в одном фильме. На что можно пойти ради семьи и что такое счастье глазами совершенно разных людей. Проверите время в кругу семьи за просмотром приключенческой картины «Ближе, чем кажется». Это все сообщения выпуска. С вами был Владислав Ласов. Я желаю здоровья вам и вашим близким. До встречи на телеканале «Енисей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова